А вот тюк, который построил джек, который в нашей грибарне хранится. Вот такая в общем штуковина. Значит тюк инокулированный, это штамм М5. Видим такого больше коричневого цвета, вот такие шапочки. Это первая волна. Кто видел предыдущее видео, там в этом плейлисте чуть раньше, там я рассказывал о промежуточном этапе. Мы смотрели, когда шла только колонизация вот этого тюка. Вот здесь обширные были места инфицирования, ввиду того, что по-другому невозможно было инокулировать. Он инокулировался уже последним после посадки грибов, после остывания. Здесь была романнейшая зона инфицирования, то есть была вся зеленая. В общем триходерма здесь была. Пришлось там его лечить немного. Но в результате лечения, вот мы имеем на данный момент такой результат. Здесь была огромнейшая зона инфицирования, но благодаря тому, что наш мицелий фанимашум лаборатории имеет свойство поглощать любые инфекции, даже триходерму. В неравном бою с мощным мицельным Макса Сцеллера победила. Все-таки добро победило зло. В данном случае зеленка отступила. Идет колонизация даже вот этого зеленого места мицелиям. Ну и видим результат здесь, то что говорится на лице. Вот видим вот такое зарастание. Честно говоря, результат был неожиданным. Ну вот на фоне ножика увидим вот на фоне руки. Вот посмотрим, вот сравните размер. То есть вот моя ладонь, вот такая у нас получилась здесь гроздя. Интересно было бы взвесить, сколько это все дело будет. Но получилось, как видите, если взять относительно вентиляции, то обычно так у грибов бывает. Здесь вот ламинарный ток воздуха, и здесь лучше всего получилось зарастание грибов. Положу вот ножик для сравнения вот размеров. И в общем и целом, таким больше общим планом возьмем вот этот тюк. Это только первая волна. Мне кажется, что эта волна такая для него пробная. Это совсем не результат. Я даже не знаю, я не знал даже, что с ним делать. То есть результат то, что он не позеленел, а все-таки колонизировался и приготовился к плодоношению, был для меня вообще полной неожиданностью в этом случае. Вот, поэтому формально я здесь какие-то дырки где-то поделал, вот сейчас где растут вот эти примеры. Здесь просто случайно в какой-то дырке прокол был, да, и тут вылезла вот эта гроздя. То есть полноценно я даже надрезы не сделал. То есть они вылезли, куда видели, туда и полезли. Вот то, что мы сейчас видим. Мне кажется, что это пробная волна, такая первая после колонизации вот этого тюка, вылезла то, что вылезла. Но мне кажется, основную массу урожая мы получим немного позже, когда пойдет вторая волна. Вот тогда мы получим полностью результат. Здесь что-то такое я не пойму, но это выпинание, скорее всего, что здесь полноценный такой громадный примордий, который я не досмотрел. Ну там его не видно. Блок тяжелейший, вот этот тюк. Рябной такой тюк. Не блок рябной, а тюк рябной. Вот он тяжелейший. И не удалось мне там досмотреть его в этом углу. Ну, скорее всего, там тоже был примордий. Но уже на следующий раз колонизация прошла очень хорошо. Видите там, вот зеленка. Вот, значит, неожиданно вот этот весь результат получился. Теперь нужно будет как-то уже полноценно сделать надрезы по этому тюку. И уже посмотрим на результат именно со второй волны, что получится в таком результате. Мне кажется, что лучше, он так все-таки горизонтально сейчас лежит, лучше, мне кажется, его было бы поставить вертикально. То есть вот этой частью поставить его, сделать дно, а вот саму пирамиду обернуть вверх. Но главное, что в результате удалось нам его правильно инокулировать, нам удалось, то есть амицелию удалось его колонизировать, и в результате удалось получить результат, то есть в виде грибов. Насколько эффективна такая система, такая технология, это уже покажет время. Соберем вторую, соберем третью, посмотрим, сколько вот этот блок будет работать. Но вообще результат все-таки впечатляет. Работать, если настроиться на работу именно с таким большим форматом, с такими тюками, то в принципе это вполне реально. Технология будет немножко другой по обработке, подготовке и так дальше, инокуляции вот этих тюков. Но если чисто взять за цель поставить линию именно по работе вот с такими огромными тюками, устраняется много лишних манипуляций, то есть там измельчение, упакование и так дальше. Придется просто увлажнять, дезинфицировать вот эти тюки путем какой-то термической обработки. Способом тем, которые там находятся на предприятии или то, что будет применяться. И в дальнейшем упаковывать их, инокулировать. Ну и вот получается такой вот результат. Ну в дальнейшем я думал, что если бы из этого ничего не получилось, то я бы за эту тему забыл и больше к ней не возвращался. Но все-таки получен довольно-таки заманчивый и интересный результат. То есть это работает и это можно применять. Значит мы в любом случае, я в любом случае буду развивать вот эту тему с тюками. И возможно найдется предприятие, которое будет возможности технологически запустить вот такую линию, то попробуем с ними посотрудничать и наладить производство. Вот вишенки, ну где-то в таком формате уже на тюках. Довольно-таки перспективное вообще направление. А с вами был Макс Селлер. Подписывайтесь на канал, следите за публикациями. И помните, что самое интересное впереди, потому что я только начинаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!